Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас прослойка номер 4. Наступает, приближается к нам праздник Пурим. И по следующей прослойке я бы хотел посвятить подготовке к этому празднику. Точнее, историко-лингвистическим аспектам, касающимся этого праздника. Сегодня мы займемся названием этого праздника Пурим. Откуда происходит это слово? Сама Магелла Тестер нам говорит Эти дни были названы Пурим в честь Пура. Пур, как говорит сама Магелла Тестер, это Горал. Горал в переводе с иврита на русский язык означает жребий, участь, судьба. В данном случае нам больше всего подходит слово жребий, потому что что-то бросалось, бросают жребий, и, как говорил Юлий Цезарь, жребий брошен. Вопрос другой. Из какого языка это слово Пур? Многие авторы и комментаторы утверждали, не совсем понятно, на чем основываясь, что это персидский язык. В действительности оказалось, что это совсем не так. Это слово вообще не персидское. В принципе, даже внимательное чтение Магелла Тестер может показать любому читателю, что это слово не персидское. Дело в том, что в Магелла Тестер встречается очень много персидских слов, и ни одно из них, заметьте, ни одно не объясняется и не переводится для читателя, который, судя по всему, евреи знакомы с персидским языком. При этом слово Пур объясняется не один раз, а дважды. То есть, автор Магелла Тестер прекрасно понимал, что еврей, знакомый с персидским языком, который читал Магелла Тестер, слово Пур не знал. Это же подтвердили лингвисты. Слово Пур не персидское, оно акадейское, точнее, нео-ассирийский акт, нео-ассирийский диалект акадейского языка. Пуру на акадейском – это кубик для жребия. Вот так вот он пишется на акадейском языке. Если кто-то, кому-то нравится мой почерк медицинский в клинописи, очень может быть, что он происходит от более древнего шумерского термина «буру», что означает «жребий» или «кубик для жребия». Интересно, что в современном мире журнал Forbes или другие организации назначают человека года, наиболее выдающегося, наиболее значимого. В те времена все было немножечко по-другому. В акадейской империи годам давали имена людей. Обычно это были серьезные влиятельные вельможи или же сам император, или царь асирийский. Так, например, Санхерев в 705 году до этой эры, очень известная библейская личность Санхерев, в его клинописи встречается такая вещь, что в 705 году это был год Нашур-Белла, губернатора города Амеди. Другой, не менее известный библейский персонаж, Шальманессер III, он пишет так, в 31 году моего царствования, что по нынешнему исчислению 827 год, я бросил пуру во второй раз перед Ашуром и Ададом. Это два асирийских идола, поэтому они здесь с маленькой буквы. Хотите взглянуть на пур, который бросали? Пожалуйста, вот он, признательность музею Ельского университета, его выставки Месопотамской клинописи. Вот этот кубик, он 826 года, по-моему, до этой эры, и вот фотографии всех его сторон, этот кубик принадлежал главному казначею, придворному казначею Шальманессера III. Его звали Яхал, Яхалу. И на этом кубике написано, у Ашуру Адад это пур, жребий, Яхалу. Так его звали, главного казначея царя Шальманессера, губернатора тех или других или иных областей. Он просит, чтобы его жребий был принят перед Ашуром и Ададом. Он просит, чтобы год был, в честь которого он бросал этот пур, чтобы этот год был удачный, плодородный и так далее. Интересно, что и в случае с пуром этого Яхала написано, что он бросает его перед Ашуром и Ададом. И то же самое сам царь Шальманессер говорит, я бросил пуру во второй раз перед Ашуром и Ададом. То есть это был какой-то идолопоклонический ритуал, где перед идолами бросали этот жребий. Интересно, что в Магилла Тестер написано, что пур был брошен перед Аманом. Такое впечатление создается, что, может быть, автор нам хочет намекнуть, что Аман ведет себя как некий идол. И он является тем объектом, перед которым бросается пур, то есть жребий. Так или иначе, дорогие друзья, я желаю вам хорошей подготовки к этому прекрасному и веселому празднику Пуриму. Всего хорошего. С вами был Барух Юабов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok